Эта площадка уникальна не только для Красноярска, для России в целом, рассказывают организаторы нового пляжа у торгового центра. Небольшой участок в короткий срок переоборудовали в пляжную террасу для занятия кроссфитом. Это сейчас новое направление в спорте. Вход на пляж абсолютно для всех бесплатный. В перспективе здесь должна появиться детская площадка, ресторанчик и шезлонги. Пока же не возбраняется приходить со своими лежаками. В общем, в новом городском проекте предусмотрено все для отдыха, кроме выхода к воде. Не можем, к сожалению, мы живем в Сибири, не можем себе позволить нормальный водоем. Тем более, как бы здесь вода холодная, но не совсем чистая. Пляж открыт для общего доступа. Сюда можно прийти позагорать, сюда можно прийти позаниматься. Но в первую очередь этот пляж для тех людей, кто занимается спортом. То есть пиво с чипсами здесь не поешь? Не поймут. Не поймут пиво с чипсами здесь, да? Красноярцы, в свою очередь, не поймут, как за много лет в городе, изрезанном водоемами, нет нормальных муниципальных пляжей. Из 25 мест для купания разрешено плавать только в трех. На городском пляже острого отдыха, на острове Татышев, в районе Октябрьского моста и на озере мясокомбината. Но сервис. Сервис там давно ушел на дно. Вот, к примеру, пляж на мясокомбинате, где в распоряжении отдыхающих пара деревянных грибков над головой и не первой чистоты песок под ногами. Многих горожан это наталкивает на мысль, что лучше загорать на сухую. Мы недавно буквально в своем районе пытались позагорать. Ужасно грязно. Люди, конечно, печально все смотрятся. Каждый год в начале лета объявляют, вот осталось там три пляжа, на котором можно покупаться. И тем не менее на этот пляж приезжаешь, и все равно никаких благоустройств для того, чтобы прилично отдохнуть. Везде написано, что купаться нельзя. И на Татышево мы купаемся, получается, со стороны БКЗ. И все равно все люди купаются. А где? Потому что больше негде. Если приглядеться, то разницы нет, что благоустроенный муниципальный пляж, что просто дикий. Не касается это коммерческих проектов, куда вход для посетителей платный. Владельцы озера в Емельяновском районе говорят, неудивительно, что подобных цивилизованных площадок для пляжного отдыха мало. Только отсыпать территорию и почистить водоем недостаточно. Вкладывать деньги в развитие нужно постоянно. Вот требуются огромные вложения. И проблема еще в том, чтобы как это все правильно, качественно оформить. Чтобы у государства не было никаких вопросов к тем людям, к тем организациям, кто этот пляж эксплуатирует. Это наличие и воспасателей, и медперсонала непосредственно во время работы пляжа. Естественно, это усиленная охрана. У города, понятно, таких средств нет. И есть неприятная статистика гибели людей на воде. С начала сезона семь утонувших. Это, наверное, тоже говорит о том, что нужно пересматривать подход к организации пляжного пространства в городе. Юлия Мавшевич, Виталий Субутин. Новости ТВК.